Железная логика Ну, как бы, слава богу, хочется сказать, что хоть сейчас заметили. Вопрос вот в чем. Я думаю, что Салливан сказал об этом просто потому, что невозможно игнорировать совершенно очевидные изменения реальности. То, что она меняется, это однозначно. И, кстати, вот тут где-то позавчера, по-моему, тоже, когда началась вся вот эта вот вдоволься весь этот сходняк, как бы, да, тоже мы обсуждали, что эксперты констатируют, что вот нынешняя эпоха нынешнего экономического уклада подходит к концу. Ну, дальше, как бы, все это может накрыться медным тазом, что будет не очень понятно, но вот анализ показывает о том, что многие механизмы находятся на пределе, да. И тогда вот я сказал вчера, что, ну, что ж, эксперты сказали, теперь слово за политиками, по идее, да. Ну, вот политик нам говорит, что, да, действительно, вот подходит она к концу, дальше возникают вопросы. Но то, что они это вынуждены констатировать, это хорошо, потому что еще до недавнего времени они говорили, что нет, все, так сказать, хорошо, как бы атмосферка приличная, дышать можно и так далее. И так далее, как у Зощенко, так сказать, в рассказе про угорающую печку, где комиссия пришла, вот, и высовывает, говорит, а сам, говорит, высовывает нос в фортышку. Говорит, нормально, говорит, печка не угорает. Вот, потому что до недавнего времени они говорили, что нет, Запад, как бы, обеспечивает лидерство, стабильное развитие. Вот есть только такие нехорошие, так, всякие режимы, типа, вот, Россия, там, так сказать, ну, вот, Китай что-то тоже фордыбачит, там, вот, а так-то вообще все хорошо, да. Но то, что они вынуждены это признать, я думаю, что это факт положительный. Но дальше есть вопросы. Первое. Как же американцы, например, те же самые видят новую эпоху? В чем она заключается? Потому что разговоры просто о многополярности или прочее-прочее, они ставят второй вопрос, да, а где в этом мире будут США и их союзники? Вы знаете, вот тут как раз хочу еще Салливана процитировать, потому что очень интересные вещи он говорит. У Запада есть возможность повлиять на то, как будет выглядеть новая эра. То есть речь не идет о том, что Запад будет по-прежнему всем руководить, а есть, пока есть возможность повлиять. Да, то есть речь уже не идет, хорошее замечание, как бы, речь уже не идет о том, что Запад будет этим рулить. Вот, это уже, как бы, неплохо, да. И тогда возникает вопрос, а как же себе видит Америка, себя и своих союзников в этом мире? И по ходу дела вот конфликт с Россией на Украине, он обозначает как раз вот этот самый, значит, процесс потери Западом лидерства. Странным, так сказать, парадоксальным образом, но вроде как давление на Россию, а оно огромное на самом деле, да, и, конечно, оно то в том числе нам и создает проблемы. По идее, должно было бы усилить Запад, а получилось так, что на фоне вот этого открытого конфликта с Россией, позиции Запада стали ослабевать. Потому что все увидели, что Запад не тот, каким он хотел казаться на протяжении довольно долгих лет, или каким он был на самом деле на протяжении долгих лет, да. И начали все вот эти контуры, как бы, да, расплываться. Многие стали наглеть, так сказать, да, выходить за пределы, что называется, позволяют себе носить эти самые, как бы, приталенные, как бы, костюмы, как бы, и так далее, как в Мюнхгаузене, да. Вот. И все такое прочее. Вот. А что же в таком случае с этим делать, да? И уже о лидерстве не идет речь, речь идет о том, чтобы повлиять. Здесь есть, как бы, и минусы, и плюсы. Плюс все-таки в том, что, если они признают это, тогда следующий вопрос для всех, в том числе для их союзников, встает. А значит, вы уже не лидеры. И значит, мы уже не лидеры. А тогда как? Многие, на самом деле, вот, многие схемы, в том числе пропагандистские, которые, они раскручиваются информационные вокруг, и того, что сейчас происходит, они начинают на этом фоне вибрировать, как мираж в пустыне. Значит, мир будет другой, а мы уже не лидеры, мы можем только повлиять. А тогда и дальше по списку все проблемы, конфликты. А что с ними делать тогда? На самом деле, все вот это вот начинает ходить худуном. Конкретных рецептов нету, но вообще тоже вот разговор об этом тоже шел. Я отлично считаю, что как раз единственный шанс Америки как-то удержаться в этом, в наступающем мире, это действительно реально переосмыслить свою собственную роль. И те, кто внутри американской элиты сможет это сделать, вот те и выиграют. В этом смысле Байден вместе со всеми Соливанами, как бы это уходящая натура. Ну, Соливан, конечно, так сказать, он похитрее, он как-то продержится. Но Байден и вся вот эта вот когорта уже очень сильно престарелых, как бы, этих американцев из времен Холодной войны, все, они уходят в прошлое. Они не способны переосмыслить себя, они не способны переосмыслить роль Америки. И вопрос вот в том, а кто это будет делать и что они предложат? Вот это на самом деле ключевой вопрос всего того, а что же будет дальше, да? Потому что пока все констатируют, что что-то должно меняться, что-то уже меняется. И очевидно, что конфликты на Украине это простимулировал. Но и сам конфликт на Украине и вся конструкция, вокруг него выстраивающаяся, вот на мой личный взгляд, начинают уходить в прошлое. Да, вот она, война идет, как бы, да, действительно, как бы, конечно, хотелось бы ее скорейшего завершения, там, да, наших успехов и всего остального. Но, вы знаете, как ни странно, это уже немножко вот как реальность начинает уходить в прошлое. Потому что впереди действительно огромная эпоха каких-то новых неопределенностей. Каких? Это большой вопрос, как бы, да, и кто и как сможет повлиять на эту ситуацию? Это очень серьезный вопрос, потому что вот нынешнее поколение американских политиков, оно просто уходит в небытие, это очевидно. Еще, так сказать, буквально несколько лет оно уйдет в небытие. А кто сможет переосмыслить, да, кто на это способен? Так что, в принципе, тут такая штука. С одной стороны, Александр, так сказать, вот ваш сарказм по поводу того, что только что заметили, он понятен, да? Я думаю, что заметили недавно, а другой вопрос, что они решились об этом сказать. Вот, ну, совсем, ну, дураков там нету тоже, совсем уж прям таких вот доконченных, да? Вот, ну, а вопрос в том, а что же они собираются с этим делать? Мы позже поговорим об этом. Трамп считает, что есть. Трамп считает, что есть кто? Дураки. А, дураки, для Трампа все дураки, кроме него. Для Трампа все, так сказать, несомненно, дураки, кроме него. И, кстати говоря, тут такая штука, опять же, вот мы часто говорим, тут любим тоже вот разгонять эту тему, как бы, да? Ну, по крайней мере, это психологически это понятно, что вот, как бы, сейчас вот будет там большая война, что Запад будет сохранять свое лидерство через выход, значит, в большую войну. Я лично, честно говоря, не сторонник этих теорий. Почему? Ну, потому что, объясню, на мой взгляд, это отголоски марксизма. Это марксизм, который, как бы, да, говорил о том, что империализм, капитализм, так сказать, выходит из кризисов через войну. Так оно и было, наверное, условно говоря, там, в 19-20 веке. Вот, но слишком сильно изменилась ситуация. Во-первых, огромное количество конкурентов появилось вокруг западной цивилизации, которых раньше не было. И теперь, если Запад, например, позволит себе саморазрушительную войну, то быстро найдутся те, кто подхватит, как бы, да все, что можно подхватить, а вы останетесь, так сказать, далеко сзади. Это первое. Второе. Америка перестала быть недосягаемой. Вот что важно. Для Первой мировой войны это было, не играло такого значения. Для Второй мировой войны это играло очень серьезное значение. Америка была недосягаемой физически. Сейчас она не является недосягаемой. Поэтому, на самом деле, большая война может быть только в том случае, если Запад, скажем, будет по-прежнему навязывать нам некую такую странную парадигму, при которой мы не можем применять ядерное оружие, а вот можем воевать, так сказать, на сухопутном театре военной действия, причем желательно на своей территории. Вот в этом случае, если мы вот так вот будем подыгрывать, да, вот этим вещам невольно, наверное, большая война может быть. В противном случае. Любая большая война, как бы, да, она приведет, на самом деле, к гибели цивилизации Севера. Вот если будет Третья мировая война по-настоящему, ядерная и все такое прочее, кто пострадает больше всего? Пострадает больше всего, ну, условно, белая цивилизация. Цивилизация Севера. Она будет, понесет, так сказать, такой урон, от которого, скорее всего, не сможет там оправиться в течение многих десятков лет. А кто поднимется, причем моментально, молниеносно, поднимутся те, кто составляет конкуренцию уже сейчас. Это Китай, это Индия, это страны глобального юга и так далее. А нам всем придет кирдык. Поэтому вот эти вот разговоры о том, что, как говорил там великий Ленин, так сказать, а до него еще более великий, с еще большей бородой великий Маркс, так сказать, да, вот только через большую войну. Может быть, и такие, так сказать, идиоты до сих пор есть, да. Поэтому я и спрашиваю, а какова, так сказать, модель-то, да. Но на самом деле, действительно большая война ядерная приведет вот к чему. К гибели западной цивилизации. Ну и, к сожалению, которая и нас тоже попытается за этим утащить. И феноменальному взлету, как бы, до мирового юга. Ну и, я бы так сказал, точнее, мирового юго-востока. Вот и все. Я думаю, что, в принципе, и в Америке, и в Европе еще должны, по идее, остаться люди, которые хоть немножко там ворочают мозгами. И понимаешь, что вся вот эта вот картинка там про Зеленского, там про все, это все вот... Опять же, вот не хочу, так сказать, здесь никого, как бы, это самое, но это уходящая реальность. В принципе, если смотреть вот большими такими, так сказать, кусками, это уходящая реальность. Возможно, как бы, это вот война, которая, как бы, оформляет как раз окончание вот этой большой эпохи и вход в какие-то новые реалии. А вот какими они будут, как себя поведут те же Штаты? В этом смысле, конечно, Америке нужна смена лидера, 100%. Абсолютно, так сказать, 100% им нужна смена лидера, потому что Байден это вообще ни о чем. Еще раз говорю, Америка все больше напоминает такого немножко уже престарелого, но все еще качка, накачанного стероидами финансовых спекуляций, но с головой, с трясущейся головой человека с деменцией. Вот, вот, ей надо поменять башку. А вообще, конечно, с другой стороны, для нас, для всех проблема состоит в том, что мы страшно зависимы от всего этого. Вот, смотрите, фактически даже война на Украине, которая уносит, так сказать, жизни каждый день и так далее, в огромной степени зависит от гнусных интриг внутри политического, так сказать, эстеблишмента Америки. Ну, это недопустимо, на самом деле. Вот от этого надо избавляться, надо начинать жить своей жизнью. Вот это, потому что лидерство Америки, которое, может быть, когда-то кому-то и приносило, как бы какие-то дивиденды, оно стало просто, ну, оно стало просто вот какими-то гирями на ногах, реально. Ну, и в подтверждении продолжения ваших слов, тот же Салливан, во-первых, сказал, что растет влияние России и заявил, что частью новой стратегии станет защита от агрессии. По поводу, там, нападения на Россию большой войны мы еще поговорим, потому что тут тоже есть новости. Ну, вот по поводу старого мышления, от которого избавиться не могут. НАТО затягивает кольцо вокруг Сербии, западный военный альянс, развертывая боевую группу из 5000 солдат в Болгарии. Это первая новость. И вторая новость, это то, что США решили вооружить Косово, передают новое оружие. Ну, тут много подробностей, но, в принципе, вот факт остается фактом. Ну, тут вот так. Косово запросило 246 ракет «Джевелин», там, с какими-то модификациями и так далее, и тому подобное. То есть, действуют по-прежнему старыми методами и создают конфликты, горячие точки на карте, просто потому что считают это выгодным. Ну, да, вот вопрос, это вот агония этой системы, как бы, да, или все-таки они смогут выйти в какие-то новые реалии? Потому что западная элита вся требует перезагрузки, просто вот тотальной перезагрузки. Тогда, может быть, что-то новое получится. Потому что даже вот эти все камлане, вся вот эта пляски вокруг Сербии. Ну, хорошо, задавите вы Сербию, ну и что? Вот давайте так, если смотреть, условно говоря, в веках, смотреть в длинных таких, если немножко подняться максимально над картинкой. Ну, вот вы там сконцентрировали вокруг Сербии, там, эти самые, ну, задавили вы Сербию, ну, поменяли вы Вучичи на кого-нибудь еще. Как это глобальную архитектуру изменит? Ну, практически никак. Сможет ли это остановить вот те самые процессы, в том числе, о которых даже Салливан вынужден говорить? Нет, не сможет. Не сможет, да, дальше. Что касается России, да, возможно ли в нынешней ситуации, как бы, действительно нанести такое просто разгромное стратическое поражение России? Нет, невозможно. Это невозможно, да. Дальше, что касается, и это тоже не остановит никак, так сказать, развитие вот этих процессов, которые в мире существуют. Дальше по той же Украине. Ну, поддержите вы Зеленского еще годик, да, предположим. Это сможет затормозить какие-то процессы? Это сможет, например, изменить соотношение сил глобально? Как бы, нет, не сможет. Не сможет. Вот в чем дело. Это в значительной степени, как бы, уже такая вот серьезная пробуксовка, и, значит, требующая, требующая какого-то качественного переосмысления всего того, что происходит в мире. Пока вот, ну, вот вы сказали о том, что Соливан Давоси сказал. Ну, хорошо, сказал, дальше что? Дальше что? Вот, поэтому здесь, кстати, если возвращаться, опять же, к той же Америке, конечно, на этом фоне любой новый человек будет выглядеть предпочтительнее Байдена. Ну, а пока кроме Трампа, хотя он сам тоже не молод, да, вот, нет ничего. Но он хотя бы, так сказать, напоминает живого человека. А вот их, эта парадигма, да, она действительно пока еще, так сказать, заключается в создании конфликтов и всего остального. Может она выйти на какой-то самоубийственный виток? Ну, теоретически может. Но я надеюсь, что этого не будет. Да, вопрос в том, что будет. Железная логика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова